приветствую вас давайте разберем ваш вопрос живем с парнем год вместе нам по 24 работаем замуж не берет и не хочет этого а ну здесь пожалуй вот стоит отметиться отдельно стоит отметить что дело не столько в том берет ли вас парень замуж или нет дело не столько в этом на мой взгляд сколько в том что вы не готовы принять его отказ и дело здесь заключается в том что вы воспринимаете его скажем так его поведение как некую такую можно сказать обесценивающую тенденцию по отношению к себе ну предполагаю что что то не так именно с вами вот ну я бы сказал что дыма без огня не бывает не бывает и что если вы как-то вот готовы готовы себя обесценить вот если вы как-то готовы допустить что с вами ну с вами может быть что то не так то это уже на мой взгляд проблематик проблематика ваша собственная и отношение к мужчине как такового пожалуй что не имеет на мой взгляд на мой взгляд на мой взгляд по крайней мере вот поэтому необходимо это различать необходимо различать эти понятия вот потому что львиную часть именно вот львиную часть и а да и подсминь – это на моем взгляд модели осторожные подсминь подсминь и в моем так реакцию как обесценивание себя и естественно конечно вам от этого больно. Само собой это нормально, но тем не менее, проблему это не решает, в этом смысле. Вы говорите о том, что вы старлим полтора года вместе, вам по двадцать четыре. Скажите пожалуйста, что вас объединяет, что вас связывает друг с другом? Да? Ну то есть, то есть буквально, что вас объединяет? То есть, то есть, ну вот, то что вы вместе, да? То есть, то что вы, как же вот, стали, ну встречаться. То что вы, стали там вместе жить и так далее. Что вас объединяет? Можете ли вы на этот вопрос ответить себе? Можете ли вы сказать, что вас объединяет? Что между вами общего, на каких основаниях вы выстраиваете, вот, свои отношения, вот, а если у вас какое-то понимание этого, есть ли у вас видение того, как то общее между вами, что было, например, в начале, да, выглядит сейчас? Вот. И какие изменения, если эти изменения есть, вот, это претерпело? Ну, с течением времени, с течением жизни, вот, с течением, может быть, вашего совместного какого-то опыта, впечатлений, может быть, да? То есть, вот эти вещи, понимаете ли вы их, эти вещи, отдаете ли вы себе в этом отсчет, в этих вещах? Дальше. Этапы встречания и ухаживания, пищевые, как такового не было, так как жили в разных городах, переехали в его город. Этап встречания и ухаживания является, безусловно, важным отношениях. Но, на мой взгляд, данная ситуация ваша, я бы сказал, как-то обусловлена. То есть, грубо говоря, есть какой-то элемент обуславливания конкретно в вашем случае, того, что у вас не было вот этого этапа. Ну, в смысле того, что, если вы, к примеру, об этом в списке написали, если вы заострили на этом свое внимание, то, по-видимому, для вас это значение имеет. Вот. Если для вас это значение имеет, но вы были вынуждены в силу, вот, обстоятельств, например, об этого отказаться, да, то крайне важно, чтобы вы понимали, ради чего вы отказались от этого, в пользу чего вы отказались от этого. Ну, вот, например, можно изобразить вашу историю, вот, как, допустим, то, что настолько вам интересно, например, быть вместе с молодым человеком, проводить время, получать какой-то опыт, вот настолько вам все это интересно, что вы просто вот понимаете, что ухаживание это вообще не на первом месте, да. То есть вы от чего-то от этого отказываетесь. Ради чего-то от этого отказываетесь. Не менее важным моментом является то, что для вас значит этап ухаживания и встречания. Ну, и чем обусловлено то, что вы, по сути, начали встречаться с человеком, если я правильно понял, практически на расстоянии. Вот вы пишете, переехали в его город. Опять же, момент какой. Если вы переехали в его город. Вы переехали. То есть вы здесь несколько смаженно используете вот эту формировку, говоря, что переехали. Нет, это вы переехали. То есть здесь правильно было бы написать, я переехала в его город. Так было бы правильно написать, на мой взгляд. Вот. А не мы переехали, потому что молодой человек, он, по сути, в своем городе уже жил. Итак, как вы понимаете. Так вот, я переехал, я переехала в его город. Разве чего? Нет, вы поймите правильно, это не... Это не правильный вопрос. То, что, о чем я сейчас спрашиваю. Вот. Это совсем не правильный вопрос. Наоборот, это очень важный вопрос. Потому что, если вы их переезжали только ради, ну допустим, человека, и переезжали, грубо говоря, только к нему, то это является проблемой. Почему это является проблемой? Это является проблемой потому, что здесь вы теряете свою самостоятельность. К сожалению. Вот. К... Ну... К большому сожалению, вы теряете таким образом свою самостоятельность. именно тем, что переезжаете только к человеку. и как будто бы ничего для себя вы не оставляете. Как будто бы... Как будто бы... Как будто бы... Как будто бы... Для вас... Вот важен только человек... Только вот... Ну только к человеку переехать, переехать. Короче говоря. И все. А это... вас... естественно... естественно... дискредитирует. По-другому просто не может быть. К сожалению. Понимаете, да? Вот. Примерно. Такая. 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 Здесь. Ситуация. Дальше. С парнем разговаривал несколько раз на тему замужества. Но что сначала получил отговорки за тем, что он просто не хочет этого сейчас. Опять же... А... Как вы... В общем и целом... Ну вот... К этому... Пришли, чтобы... О... Разговариваться с парнем об этом. Вот. Потому что, ну... По моему... По моему мнению. Если вы начали об этом говорить. С... Человеком. Вот. То... На мой взгляд. Это означает... Только то, что он... В смысле... Мужина. В какой то степени... Перестал... А... Быть... Для вас... Интересно... И вы, и вы переключились на что-то другое, здесь. Вы переключились вот на самую заставку, а вы переключились на старт еще, то есть интерес ваш к человеку, на мой взгляд, стал угасать, стал угасать. Конечно, вы можете с этим не согласиться и сказать, что да нет, все не так, он мне по-прежнему интересен. И по-прежнему мне с ним хорошо. И я не буду с вами спорить, если вы так скажете. Но в таком случае речь идет о том, что у вас видение отношений и у него видение отношений. Разно. Ваши ценности. Раз. Взгляды на систему взаимодействия разные. Понимаете? И в таком случае можно говорить о том, что вы, в общем-то, с молодым человеком друг другу, ну, не подходите. А что пытаетесь в этом смысле сделать? Вы. Что вы пытаетесь в этом смысле сделать? В этом смысле вы пытаетесь человека переделать. вот сюда. И пытаетесь сделать так, судя по тому, что я могу видеть. Вы пытаетесь сделать так, чтобы он дал вам то, что вы хотите. Ну. Ну, то есть, собственно, вот. на вас сужинился. То есть, пытаетесь его, ну, вот, по сути, переделать вот сюда. Вот. Вот. Ну. Отсюда, отсюда возникают трения такие. Дальше. На вопрос, когда примерно он соберется с мыслями и так далее, он не ответил. Да? То есть, вы вот начинаете эти вопросы задавать. Очень важно, очень важно увидеть, из какого чувства вы задаете эти вопросы. Что это за чувства? Просто ли это ваше видение отношений, которые не соответствуют реальности, но в этом случае можно говорить, а как же тогда взаимодействия между вами, да? Для меня это был бы другой этап в отношениях, более серьезный, другой статус, а не просто девочки или сожительницы. Ну, здесь как будто вы хотите определенность и стабильность, как будто вы боитесь, что человек вас бросит. Вот. Это довольно такой момент, я бы сказал, деликатный. «Потому что, с одной стороны, на самом деле, если вы считаете, что вот уже прошло достаточно времени и по вашему, как бы представлению, нужно жениться, то не спрашивать человека нужно. Говорят просто, мы женимся или всё, или я ухожу, я не собираюсь с тобой вот так тусить. Нужно посмотреть, чем это продиктовано, из чего это вытекает». Такая ваша позиция. Вот. Я повторюсь, тут может быть история про как раз таки снижение интереса вашего к человеку в целом. Вот. И, ну, может быть, конечно, и что-то другое. Не обязательно. Прямо только это. Вот. Но если вы действуете так, как действуете, из страха не уверены в себе, к примеру, потому что боитесь, как я и сказал, что человек вас бросит, да, там, тут всё, грубо говоря. Зря было вот с ним в отношениях то, что вы были и прочее. Разговор здесь другой. Разговор здесь другой. Разговор здесь другой. Разговор здесь иной. В первую очередь, это разговор про ваши внутренние проблемы. И, наверное, прежде чем выстраивать отношения, наверное, в целом, как раз разобраться сначала в себе, прежде чем, ну, как-то вот себя, да, репрезентовывать, ну, в отношениях, в контексте отношений. Иначе ситуация получится не очень хорошая. Понимаете, да? Какая штука. Дальше. Бавные действия показывают, что парень определится с выбором, знает, чего хочет от отношений, настроен серьезный, и заявляет всем, что ты тот самый. Ну, вот эта история про неуверенность в себе. То есть про подтверждение вашей ценности, про сомнение. Эта история про то, что вы в отношениях стали в себе сомневаться. Человек начинает в себе сомневаться, когда у него падает интерес к другому. Вот. Кроме того, брак никак не помогает мужчине определиться с выбором, и никак не помогает определиться, чего он хочет. Серьезный. Никак не свидетельствует о том, что он настроен серьезно. Ну, большое количество разводов сразу после брака об этом как бы тому свидетельствует. Вот. Поэтому здесь вот проблемы этого браком вы не решите. То, что вы об этом говорите, это история вот про вашу собственную тревожность. Плюс ты уже сама начинаешь задумываться не потому что так надо, а потому что для тебя это многое значит. А что для вас это значит, если вы об этом задумываетесь? Вот. Если вы об этом задумываетесь, вы выходите за границы отношений с человеком. Что для вас это значит? Ты любишь человека и хочешь провести с ним всю свою жизнь, построить семью и так далее. Ну. Любить человека это одно. Провести с ним всю свою жизнь. Это немножечко другое. Построить семью это третье. Понимаете? То есть вот. У вас здесь это всё идёт в одном ключе. В одном контексте. И это правда, это связанные вещи. Но они у вас не самостоятельные как будто. А это самостоятельные вещи. Ну, провести всю свою жизнь, да, это вот опять же. Знаете как получается? Вы-то, может быть, и хотите провести всю свою жизнь с человеком, но для вас как бы заключение брака означает, что всё, теперь-то он точно проведёт со мной всю свою жизнь. И ясно. Ну, нет. Это не просто формальность, а что-то больше. Ну, к сожалению, заключение брака это именно просто формальность. Это не просто формальность с точки зрения юриспруденции, потому что заключая брак, вы получаете определённые юридические права. Но не более того. Так, уже вместе живёте, всё хорошо. Почему бы не пожениться и не расписаться, если нет, средств на это. Здесь вы рассказаете как родитель. Здесь у вас, на мой взгляд, довольно сильно выражена родительская позиция, ну, ваша, по моему мнению. Вот. Соответственно, что вы показываете происхождение, происхождение вот своих мыслей таких. Что очень может быть, что ваши такие вот высказывания, ваши такие вот размышления, ну, вот, связанные именно с тем, что вы следуете родительскому сценарию. И дело не в том, что это плохо, а дело в том, что для вас это становится первостепенной историей. Вот. В этом. Правда. Вот. Просто вот посмотрите, как вы это пишите, вы это пишите, как бы от третьего лица, да? Вот. И так далее. Ну, и хочется вот ещё какой дать комментарий. Вы же вместе живёте, всё хорошо. Почему бы не пожениться или расписаться хотя бы? А для чего? А почему бы и нет? Ну, то есть, почему бы не сделать, а почему обязательно делать? Хочу, делаю, не хочу, не делаю. Да? У меня здесь идёт принуждение, как будто бы. И, понимаете, Ольга, если бы вы сказали, что вот я так вижу, вот я так вижу отношения, я так хочу. Вот я хочу пожениться после года совместного проживания. То есть, хочу выйти замуж. Окей? Человек либо идёт вам на встречу, либо нет. Всё-всё. Но вы же здесь именно принуждаете другого сделать так. Причём, говоря от третьего лица про вашу пару, вы, вы же не имеете в виду, вы говорите молодому человеку, ты, почему бы тебе не пожениться? Если ты живёшь вместе со мной, всё хорошо, у тебя, почему бы не пожениться? Это именно вот выглядит как принуждение. Принуждение – это не свобода. В первую очередь, это ваша внутренняя какая-то не свобода. Его я попросил немного внятнее объяснить, почему не хочется. Вот вы уходите в рационализацию здесь. В чём причина? Может, во мне или ещё что-то не так? Ну, вот опять чё, да, история про то, что вы себе объясняете. Поступил ответ просто не хочу, не думал об этом. И это нормально, Ольга. Это нормально. Но не для вас. И у меня в голове диссонанс, ну как так, жить за мной хочешь, а стать моим мужем нет. А это разные вещи. Это разные вещи – хотеть человеком жить и заключить брак. Люди же находятся на разных этапах зрелости, на разных этапах развития. Кто-то может считать, что рано и всё. При этом прошло достаточное количество времени, чтобы определиться, достаточное для кого? Для вас? Может быть. Но для вашего мужчины, очевидно, нет. Прийти к общему выводу мы так и не смогли. Правильно? Потому что вы по-разному на это смотрите. Вопрос в том, что вашего мужчины позиция довольно чёткая, что я не хочу, просто не хочу. А вы и говорите, я хочу, но ты мне должен. Подскажите, как дальше действовать? Разбираться в себе. Разобраться в себе, Ольга, в первую очередь. Меня смущает это непонятное какое-то ожидание. Чем смущает? Почему для вас это ожидание? Именно, что вы этого ждёте, вы этого хотите? Ведь между вами-то ничего не изменится. Никакого этапа, как вы сказали, новый этап, нет. Для людей, которым интересны люди. Именно люди. Те, кому не интересны люди, а интересна форма отношений, ну, они будут после заключения брака требовать от вас детей. После того, как появится ребёнок, будут требовать ещё одного ребёнка. После этого будут требовать от вас определённого уровня воспитания детей, уровня жизни. Вот. Потом будут требовать внуков. И так будет до бесконечности. То есть это путь к тому, чтобы не принадлежать себе. Такая вот история. Если. Понимаете? Опять же. Опять же. Если бы вы сказали, что для меня это неприемлемо. Я не хочу созвительствовать с мужчиной. Вот точка. Вот. Год. Максимум. Год. Прожили. Проверили. Всё в порядке. Извини. Я вот не буду. Я просто сожительствовать с человеком. Если бы вы так сказали, вопросов бы не было. И у вас бы вопросов бы не появилось. В чём ваша неуверенность как раз. У меня такое чувство, будто я этого выпрашиваю унижаться. То, что выпрашиваете, правда, унижаетесь. Это вы себя принижаете. Вот. Вопрос только в том, как. Может быть это история про то, что без брака я никто? Может быть это история про то, что если я просто живу с мужчиной, то я плоха? Почему парень этого не хочет, если с мужчиной меня любит? Это не связано. Любить и хотеть заключить брак? Не связано. Ведь это нормально, любить девушку, жить с ней и хотеть чего-то большего показаться в серьёзности. А. Любить девушку, жить с ней, да. Проводить больше времени с ней вместе. Хотеть чего-то большего. Да. Верно. Но каждый хочет чего-то большего на определённом этапе. Ну, это всё. Показать всё серьёзно. А вот показать всё серьёзно означает, что вы не уверены в себе. Брак не показывает серьёзность. Никаким образом. Тут вы даёте желаемое за действительное. И таким образом стараетесь компенсировать свою тревожность и свои страхи. И свои страхи. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. Полную ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи в небольшой пост крипту. Основная картина вашей проблемы заключается в неком противоречии тому, что транслируется вам из состояния внутреннего родителя и того, к чему вы, вероятно, тяготеете сами. Это разные вещи. Но они у вас борются. Создавая как раз таки вот это вот ощущение неприятное, которое прослеживается в вашем тексте. Циклолог может помочь вам с этим разобраться. Выбрать для себя ту позицию, которая вам ближе и предварительно решит ваши проблемы. И планомерно, последовательно эту позицию продвигать в соответствии с той ценой, которую вы готовы за это заплатить. Обращайтесь к психологу. Можно, в принципе, с молодым человеком, если у него будет такое желание. Всего самого доброго.